Это первый отечественный военно-транспорт. Это первый отечественный военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями. На нем установлено 25 мировых рекордов. Универсальная и надежная машина более трех десятилетий служит в частях военно-транспортной авиации. Крылатый грузовик Ил-76 в фильме «Оружие». Советская военная доктрина 50-х годов предусматривала высокую мобильность и маневренность войск, быструю переброску личного состава и техники на большие расстояния. В связи с этим резко возрастала роль военно-транспортной авиации – ВТА. В 1955 году она была преобразована в особый род военно-воздушных сил с непосредственным подчинением главнокомандующему ВВС. Среди задач ВТА значились транспортировка воздушных десантов, обеспечение маневра войск по воздуху, перевозка вооружения, боеприпасов, горючего продовольствия. На протяжении десятка лет основными самолетами советской ВТА были турбовинтовые машины Олега Антонова. Эти надежные, неприхотливые воздушные труженики ежегодно перевозили десятки тысяч военнослужащих и сотни тысяч тонн грузов. Самолеты Антонова всегда отличались, я скажу, высокой надежностью, высокой очень надежностью, неприхотливостью, способностью к эксплуатации чисто в автономных режимах, на внебазовых аэродромах, чего не допускали самолетов, не вебеду бы сказано, к самолету даже вот И-18. Этот самолет прекрасный, но не приспособлен к автономному обслуживанию. Для нужного АТБ и аэродромные условия, а этот самолет способен обслуживаться в полевых условиях. Замена любых агрегатов, замена тормозов, всего, все это можно производить в полевых условиях. Оборудование позволяет ему летать на, можно сказать, не оборудованной площадке, приходилось летать на аэродром, где вообще ничего нет, грунтовый аэродром ничем не оборудованный. И на некоторых даже, можно сказать, руководителей не было. Все это подбирается с воздухом. Аэродром существует как такой площадки. А-12 спокойно ходит, работает именно на грунтовые аэродромы, щебенка всякая и тому подобное, это ему нипочем. Самолет очень надежный, хороший. Вообще, самолет и фирмы Антонова. Сейчас как бы сама фирма несколько уже в упадке в таком, ввиду сложных конкурентоспособностей. Но все равно, самолет Антонова, на мой взгляд, это самый надежный и легко доступный в обучении, пилотировании и всему прочему для летного состава самолета. Однако уже к середине 60-х годов стало понятно, что вооруженным силам нужны новые транспортные самолеты. Военная техника становилась все тяжелее, мощнее и крупнее по габаритам. Перебрасывать ее требовалось быстрее и дальше. Для этого были необходимы крылатые тяжеловозы с турбореактивными двигателями. По такому пути шел мировой лидер в области создания военно-транспортных самолетов в Соединенные Штаты Америки. В 1965 году на вооружение ВВС в США был принят турбореактивный Си-141 «Старлифтер». Он мог перевозить 40-тонные грузы на расстояние 4700 километров. Вскоре появился более мощный и грузоподъемный Си-5 «Галакси». Он перевозил уже 120 тонн полезной нагрузки на 10 тысяч километров. В 1967 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на создание военно-транспортного самолета нового типа. Свои проекты представили КБ Олега Антонова и конструкторский коллектив Сергея Ильюшина. Заказчик выбрал Ильюшинскую машину. Ее созданием непосредственно руководил Генрих Новожилов. Новожилов Генрих Васильевич. Авиаконструктор, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик. Родился в 1925 году в Москве. В 1949 окончил Московский авиационный институт. Работал в КБ Сергея Ильюшина. С 1964 года первый заместитель, с 1970 генеральный конструктор КБ машиностроительного завода «Стрела». Проектирование и строительство первого летного образца новой машины продолжалось 4 года. В первую очередь потребовалось создать специальное многоколесное шасси повышенной проходимости. Оно позволяет широко использовать грунтовые аэродромы. Особое внимание конструкторы уделили грузовому люку. Он должен обеспечивать быструю погрузку и выгрузку техники, ее воздушное десантирование. К отработке этого узла были привлечены специалисты Центрального аэрогидродинамического института. С их помощью удалось создать конструкцию, которая имела в открытом положении минимальное аэродинамическое сопротивление. Чтобы обеспечить короткий пробег при взлете и во время посадки, применили мощную механизацию крыла. Большую экономию топлива и малую шумность обеспечили двухконтурные турбореактивные двигатели. Они оснащены устройствами реверса тяги, которые также позволяют сократить пробег при посадке. При разработке машины большое внимание уделялось обеспечению безопасности полета и надежности эксплуатации. В процессе создания самолета на его конструкцию и системы было получено свыше 200 авторских свидетельств на изобретение и свыше 30 иностранных патентов. Первый летный экземпляр взлетел 25 марта 1971 года с Центрального аэродрома в Москве. За штурвалом находился летчик-испытатель Эдуард Кузнецов. Машина провела в воздухе более часа и благополучно приземлилась. Заводские летные испытания проходили так успешно, что через два месяца, в мае того же года, самолет был продемонстрирован руководителем страны, а затем представлен на Международном авиационном космическом салоне в Лебурже. В 1976 году по окончании цикла государственных и войсковых испытаний машина была принята на вооружение ВТА под индексом Ил-76. Ил-76 – средний военно-транспортный самолет. Длина – 46,6 метра. Размах крыльев – 50,5 метра. Максимальная взлетная масса – 170 тонн. Масса полезной нагрузки – 33 тонны. Максимальная скорость – 850 километров в час. Практический потолок – 12 тысяч метров. Практическая дальность при полной нагрузке – 3 тысячи километров. Силовая установка – 4 турбореактивных двухконтурных двигателя Д-30КП тягой по 12 тысяч килограммов. Экипаж – 6-7 человек. Серийные машины имели оборонительное вооружение. Кормовую спаренную установку из двух двухствольных пушек калибра 23 миллиметра с радиолокационным наведением. Пилотам строевых частей ВТА Ил-76 нравился. Ланнер великолепный. Единственное, у него двигатели такие несколько неэкономичные. Но сейчас уже так, вроде как, дорабатывают, ставят новые двигатели, выпускаются новые модификации Ил-76. Они более-менее нормальные, соответствуют мировым стандартам. Доволен оказался новой машиной и технический состав. В ходе более чем 30-летней эксплуатации самолеты семейства Ил-76 продемонстрировали высокую надежность. Принятие на вооружение Ил-76 подняло боевой потенциал советских военно-воздушных сил на совершенно новый уровень. Этот самолет способен транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных подразделений и большую часть техники мотострелковых дивизий. Руководство ВТА высоко оценило возможности крылатого тяжеловоза. Летные и тактико-технические данные самолета Ил-76 позволили решать практически весь комплекс разнообразных и сложных задач по десантированию воздушных десантов, воздушным перевозкам войск, боевой техники и грузов, больных, выполнению специальных заданий. Ил-76 хорошо приспособлен не только для стандартной переброски грузов, но и для парашютного десантирования. Стреловидное крыло позволяет быстро долететь до цели. После этого самолет резко снижает скорость до 250 км в час и начинает выброс уличного состава и техники. Для более эффективного выполнения боевых задач конструкторы предусмотрели возможность десантирования в четыре потока. При покидании самолета парашютистов прикрывают боковые двери и створки грузового люка. Ил-76 имеет еще одну уникальную особенность. Он может десантировать технику во время полета на предельно малой высоте. Позднее появились более совершенные варианты машины. Ил-76М и МД. Их грузоподъемность поднялась до 50 тонн. Теперь они могли перевозить основной боевой танк типа Т-72. Боевые возможности ильюшинских крылатых грузовиков были проверены в Афганистане. В ходе войны самолеты Ил-76 перевезли на афганский театр боевых действий около 80% личного состава и грузов ограниченного контингента советских войск. Эти машины показали себя наиболее защищенными от огня переносных зенитных комплексов. С 1979 по 1989 годы Ил-76 совершили 14 700 самолета-рейсов в Афганистан. При этом было потеряно только две машины. Принятие на вооружение Ил-76 подняло боевой потенциал советских военно-воздушных сил на совершенно новый уровень. Этот самолет способен транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных подразделений и большую часть техники мотострелковых дивизий. Транспортные 76-е стали основой для создания большого числа целевых модификаций самого разного назначения. Топливозаправщики, летающие лаборатории и госпитали. Несколько самолетов было переоборудовано в воздушные командные пункты Ил-76 ВКП, Ил-82, предназначенные для стратегического управления. Машины имели характерный горб в носовой части фюзеляжа, а также разнообразные антенны. В 1985 году на базе Ил-76 был создан самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Внешне его отличает обтекатель для антенны мощного радиолокатора, установленный на фюзеляже. Самолет также является средством наведения и оперативного управления. Бортовая аппаратура А-50 дает возможность одновременно сопровождать до 60 целей и наводить на них 10-12 истребителей. Ил-76 является основным самолетом военно-транспортной авиации стран СНГ. Всего построено более тысячи машин в различных модификациях. Около сотни поставлено на экспорт. Около сотни поставлено на экспорт. Околоreon ваших AMY王ов